Добрый день! Сегодня занимаемся потолком. Много слоёв обоев, русты в кривкость, протечки многочисленные. Я сперва не оценила масштаба разрушения, наклеила лоскут. Потом пришлось всё сорвать, зачистить, прогрунтовать и заделать сперва стеки плит. Теплон Юнис Белый Голд, белая штукатурка со стекловолокном. Потом провилом я чисто визуально свела на нет перепады. И шпателем уже завершающий мазок был. По высыханию я всё отшкурила, сохнет 3 мм в сутки. И прогрунтовала грунтовкой глубокого проникновения. Потом беру полимерный клей, который влагостойкий. И клею на него стеклохолст. У меня тут стеклохолст 40 грамм на квадратный метр. Вот вам показываю, ребят, как я клею одна потолки. Он шириной 1 м в рулоне. Вот полосу эту приблизительно по 10 см. Лишка сначала и с конца я выкраиваю на полу. И постоянно изнутри у меня как лицевая сторона. Вот я наклеила две полосы. Накладку друг на друга. Проблизительно 4-5 см. Теперь беру острое лезвие Олфа и режу две кромки вместе сразу. Вот в этом коридоре, вот он прозрачный, я всё вижу, где я иду. Держите ножик поровнее, не закашивайте. И режьте две кромки вместе. Ножик острый, он прорежет вам, не переживайте. Давить сильно тут не надо. Режем от одной стены до другой. Но я вам тут показываю, я сейчас вот остановлюсь. То есть вот мы прорезали две кромки вместе. Теперь вытаскиваем излишки. Вот вытаскиваем аккуратненько. И туда подмазываем кисточкой небольшое количество клея. Вот этого полимерного, на который мы клеили. У меня тут был готовый клей из Элероа. Сейчас он есть и во всех инструментах. Келит оптима. Вот 15 литров мне хватило на стены и на потолок. Вот туда клея я подмазываю немножко. И две кромки вместе. И шпатель-плавник. Две кромки вместе уже приглаживаю. Вот этим плавником. Все. Вот в таком духе сделан весь потолок. Вот я вам показываю вечером, как он был наклеен у меня. Был у меня рулон 20 метров. Ну, там 1 или 2 метра у меня осталось. Вот видите, в районе галтели у меня там щели. На следующий день я их заделаю быстро сохнущим герметиком акриловым белым. Вот эта вот щель. Завтра уже эта щель, я щелью с этой распрощаюсь с помощью быстро сохнущих герметиков акриловых, которые окрашиваются вместе с потолком. Вот я вам показываю структуру этого стеклохолста. И вот что потолок у меня уже окрашен, ребят. Сперва была грунтовка белой, укрывающей. Тут была ВАГАТЭ. Сейчас я ПОФОС грунткраску использую. А это уже финишная краска. Финкалор тут была. Морна Текурила Евро 2. Глубоко матовые потолочные краски. Два слоя мне было достаточно. За два слоя я укрыла этот потолок. Оцените разницу. Чувствуете, что было и что стало. Ребята, всех обнимаю. Всего доброго. До свидания.